Восьмой раз мы проводим эту встречу, диалог с инвестором. Лично я считаю, что такие семинары очень полезны, потому что важно, чтобы мы его проводили неформально, а действительно послушали друг друга, услышали друг друга. Сегодня все представители органов власти здесь присутствуют. Очень важно, что присутствует налоговая, потому что в конечном итоге все, что мы строим и инвестируем, мы должны укреплять нашу налоговую базу Москвы для того, чтобы поддерживать тот высокий уровень социальной гарантии, который в Москве существует. Мы каждый год проводим Московский урбанистический форум, на который приглашаем мировых урбанистов и сравниваем Москву с городами, которые с нами схожи. По территории, по населению, по ВВП, где мы лучше работаем, где мы хуже работаем. Я могу сказать совершенно точно, что по социальной ориентированности бюджета Москва является лидером мировым. Мы очень много денег тратим на социальные программы. Для того, чтобы нам эти деньги мы могли тратить, мы должны собирать налоги. Мы должны создавать условия для инвесторов. Инвесторы должны зарабатывать, получать прибыль и платить налоги. Я вообще считаю, что задача власти, одна из главных задач власти, это найти баланс интересов между интересами, между населением, инвесторами и органами власти. В инвестиционной деятельности этот баланс, тем более в мегаполисе, найти очень сложно. Почему у нас все время возникают какие-то вопросы связанные? Где-то население довольна нашей политикой, где-то недовольна. Где-то нам говорят, что мы преследуем интересы населения, но не учитываем интересы граждан. Это абсолютно не так. А вот готовясь к сегодняшнему совещанию, к сегодняшней встрече, я могу сказать, что я посмотрел цифры еще раз, а кто же вообще в городе является инвестором? Так вот я вам называю, что цифры, знаете ли вы все об этом, нет, что крупнейшим инвестором в городе является население. Население проинвестировало через договора долевого участия, проинвестировало сотни миллиардов рублей. Сотни миллиардов рублей. И сегодня строительные организации, налоги, жители, которые улучшают свое жилище благодаря этим программам, они главные интересанты в том, чтобы инвестиции в городе были. Поэтому, конечно, кому-то не нравится, например, что мы строим дороги, потому что следующим крупным инвестором является сам бюджет. Причем бюджет как городской, так и федеральный. Мы вот все время говорим про то, сколько мы строим в Москве. Надо понимать, что кроме того, что мы строим на сотни миллиардов, мы строим сотни километров дорог, десятки километров метро, по темпу, кстати, транспортного строительства, мы тоже являемся в тройке мировых лидеров. У нас еще много строится, много инвестируется в федеральный бюджет, как на отдельный программ, по федеральным целевым программам, по здравоохранению, по малому кольцу железной дороги. Мы сейчас с РЖД очень активно работаем, инвестируем. То есть у нас бюджет тоже является очень крупным инвестором. Ну и, конечно же, наши сами инвесторы, которые сегодня у нас основные инвесторы объединены. В клубе инвесторов, крупнейшие инвесторы, есть ассоциации инвесторов. Я хочу, пользуясь случаем, например, выразить слова благодарности клубу инвесторов и лично Артему Кузнецову, который здесь присутствует. Потому что вы знаете, наверное, что недавно был государственный совет с участием президента страны. И вот когда мы готовили материалы, мы почти три месяца занимались подготовкой материалов, и колоссальную работу провел клуб инвесторов, чтобы донести информацию, донести проблемы, какие сегодня существуют на инвестиционном рынке, до руководителей, до тех людей, которые готовили этот совет. И я хочу сказать, что многие порученские пункты, которые попали в решение этого совета, которые, на мой взгляд, обязательно будут полезны для развития инвестиций, для развития города, они попали туда благодаря вот этой большой работе нашего клуба инвесторов. Я уже не говорю о том, что сегодня наши инвесторы, которые, значит, клуб инвесторов, они все у нас социально ориентированы. Вот знаете вы или нет, но инвесторы за последних пять лет только в социальную инфраструктуру города профинансировали уже 20 миллиардов. И еще 20 миллиардов на сегодняшний день находятся объектов строительства. Это садики, школы, поликлиники. Конечно, для инвесторов это нагрузка. Конечно, это потеря прибыли. Но это социальная задача, которую сегодня инвесторы решают, и я хочу им за это сказать спасибо. Значит, когда мы вообще как бы смотрим, как управлять инвестиционным процессом в городе, мы всегда пытаемся сбалансировать вот этот интерес, в первую очередь через градостроительные решения, через развитие новых территорий, через строительство транспортной инфраструктуры, потому что мы четко понимаем, что туда, куда придет метро, дороги, железные дороги, там начинается экономическая активность. Сегодня у нас огромная экономическая активность идет на территории промзон. То есть те территории, которые сегодня налоговый подтвердит, наверное, если сегодня мы же при принятии решения по развитию промзоны, значит, мы смотрим, а сколько налогов дает эта территория. И когда мы начинаем, и здесь первый, ключевой вообще фактор, это сколько налогов дает это предприятие и дает эта территория. Но мы видим, что огромное пространство, тысячи гектаров, которые дает минимум налогов. А зачем это нужно? Зачем мы занимаем территорию города и не получаем налогов? Конечно, мы принимаем решения по градостроительному развитию. И здесь тоже большие пионеры в этом вопросе, в основном, наш клуб инвесторов. То есть они, понимая, что есть риски, понимая, что много собственников, понимая, что много юридических проблем, они все-таки идут в развитие промышленных территорий. Я хочу сказать, что, наверное, одно из главных достижений, которые мы считаем в нашей градостроительной политике. Вот мы за прошлый год ввели 9 миллионов 100 квадратных метров недвижимости. Это самый большой объем введенной недвижимости за всю историю Москвы. Из них 60% территории Новой Москвы и промзон. Что это значит? Это значит, что мы недовольство людей минимизировали, что мы строим много, строить стали больше, но при этом мы меньше создаем как бы неудобств для граждан. И, наверное, это тоже результат нашей налоговой политики. Ну и то, что вот налогов в строительной отрасли стало значительно добавилось, я считаю, что это личная заслуга Михаила Владимировича Мишустина. Он лично занимается этими вопросами. Руководство, значит, руководство Московской налоговой инспекции тоже очень активно занимается сбором этих налогов. И хочу вам сказать, что если бы так активно наши коллеги с налоговой не работали, у нас не было бы денег на транспортное строительство. А транспортное строительство сегодня это не только вопрос инвестиций, это вопрос вообще нашей безопасности города. Потому что если мы не будем строить транспортную инфраструктуру и станем в одну сплошную пробку, то о каких инвестициях можно вообще говорить. Поэтому это тоже такая очень большая сбалансированная работа, которую мы ведем и с налоговой, и с органами, с федеральными структурами. Поэтому это, я надеюсь, что, как я уже сказал, в Госсовете многие решения будут отражены и будет от этого улучшение инвестиционного климата. Также я хочу сказать, что мы вот начали активно заниматься три года назад переводом услуг в электронный вид. Мы практически по нашему комплексу все услуги сейчас закончили перевод в электронный вид. Да, где-то, может быть, система недорабатывает, бывают какие-то еще неточности. Но в целом, сегодня, если у инвестора нормальные документы, то он может спокойно, никуда не ходя, отправить эти документы по электронной почте и получить в положенный срок свои разрешения. Это тоже уже, я считаю, что большой прогресс вперед. И, кстати, еще один из прогрессов, вот, у нас, когда анализировали по качеству строительного контроля, нам дали из 15 возможных баллов оценки 14. То есть это на уровне Сингапура. То есть сегодня говорят о том, что все-таки и качество, недвижимость, которая строится, оно очень серьезно поднялось. Ну, это же независимые международные эксперты, эксперты Всемирного банка. То есть они оценили и дали вот эту оценку. Конечно, когда приходит стройнадзор на площадку, когда он применяет административные меры, штрафует за технику безопасности, за какие-то нарушения, это никому не нравится. Но результат это, это все-таки достаточно высокое качество. Раз. Второе, когда мы говорим про технику безопасности, это здоровье жизни людей, работающих на площадке. И на этом нельзя экономить. То есть это не та сфера, где можно экономить. И мы, конечно, будем надзор усиливать, хотя это не нравится никому. И что касается по переводу дополнительных услуг в электронный вид, мы поставили себе задачу попытаться к концу года уже в ГПЗУ пытаться давать уточненные точки присоединения к сетям, как минимум к водоканалу. Значит, мы хотим уже давать сводный план подземных коммуникаций. Сейчас сделаем единую электронную базу. Раньше это была услуга, только в Мосгоргий отрез нужно было ходить. Сейчас мы будем пытаться в ГПЗУ сделать. Для этого нам приходится сделать фактически подземную карту Москвы. Это огромная работа, мы ей занимаемся. Но к концу года надеемся, что доделаем. И очень большой вопрос, который мы поставили на федеральном уровне, это все-таки перевод услуг по получению технических условий тоже в электронный вид. Потому что на сегодняшний день это является серьезнейшим тормозом. Серьезнейшим тормозом. Разные сетевые организации по разному технические условия выдают. К сожалению, нет единого решения технического, организационного, информационного обмена. Но мы сейчас тоже этим занимаемся. И нам на встречу идут все коллеги наши. И на федеральном уровне, и МАЭСК, и МОЭК, и Газпром. И, в общем-то, мы надеемся, что мы все-таки в этой части тоже определенное улучшение достигнем. Мы готовы вот этот баланс интересов искать. Он не всегда получается, я с этого начал. Потому что сложно, чтобы интересы и власти, и населения, и инвесторов совпадали. Но это задача наша, найти этот баланс. И мы будем все для этого делать. Поэтому мы готовы отвечать на ваши вопросы, выслушать ваши пожелания, значит, ну и находить какие-то решения. Продолжение следует...